Ребята, всем привет! У меня будет XXL закупочный влог. Это влог? Не знаю. Ну, закупки. Я ходила в магазин Zegmüller. Я уже вам в том году показывала видео, когда я ходила в магазин Zegmüller, и там все за полцены, все рождественские товары за полцены. И можно себе так представить, магазин Zegmüller не такой дешевый магазин, и там, когда заходишь, у тебя прям глаза сияют. И так в этом году было. Они оценили свой товар, и я не могла там никак эти товары пройти, потому что реально очень все красиво и все нужное. Можно подумать, что я какой-то там, например, транжир, все свои, все, что мы зарабатываем, трачу на товары. Но нет, я пытаюсь все-таки смотреть, что подешевле покупать. Я не хожу там, не покупаю какие-то там дизайнерские игрушки или что-то другое. Я пытаюсь смотреть, какие акции есть, и тогда я только это все покупала. И также эти деньги, которые я вот сейчас потратила, это были подарены деньги мне на Рождество, и поэтому я тут оторвала свою душу. Теперь сейчас вам покажу, что я купила. Реально красивые подарки. Так, я даже не знаю, где начать. Это и все тут еще закуповано. Ну, начнем с этого пакета. Здесь находится, посмотрите, кто тут находится, вот такой вот замечательный Дед Мороз. Мне он просто понравился, я в него влюбилась. Он такой вот пухненький, у него такой пузо. Он держит тут елочку. Он в золотом оттенке, с серебряным, с белым. И мне кажется, вот такая вот цветовая гамма подойдет под каждую цветовую гамму, которую вы задумали. Поэтому я его купила, мне он безумно нравится. Он стоил 20 евро, а мы его купили за 10 евро. Так, продвигаемся дальше. Затем я купила вот такую вот зеленую елку. Она мне тоже безумно понравилась. Я жалею, что не купила такую же, только большую. Там была еще вот такая вот большая елка. Не купила. Стоила она 7 евро. Мы ее купили за пол цены, за 3.50. Она такая из жамша. И вот так она выглядит. Просто замечательная елка. И я вот покупаю все. Я, например, вот эту елку я знаю, наверное, что я на следующий год ее ставить не буду. Но я ее купила уже, потому что я знаю, через 2 года она мне обязательно понадобится. Поэтому я вот такие вот, что мне надо, я уже как бы покупаю. Купила вот эту елку. Я в нее тоже влюбилась. Мне кажется, я все, что влюбила, ну, конечно, ты сразу влюбляешься, и тебе надо это купить. У меня вот такая вот елка есть. Я ее в том году покупала, но она у меня маленькая. Я люблю, когда вот композиции стоят несколько елочек. И решила вот эту елку купить. Посмотрите, какая она замечательная. Выглядит шикарно. Достойно стоит она. Я стоила 15 евро. Мы ее купили за 7.50. Красавица. Мне кажется, на нее можно и какие-то огоньки повешать. Такие вот маленькие. Это все будет держаться. Поэтому нужна была обязательно. Затем купила вот такие вот шары. Посмотрите, вот такие вот стандартные шары. Но они очень красивые. Они из стекла. Здесь вот такие вот белые. Они оформлены, как перышки. Затем вот такие вот серебряные. И вот такие вот. Четыре сорта, по три шара. И пачка стоила 3 евро. Мы их купили по 1.5 евро. Очень классные. И здесь у меня вот таких вот шесть пачек. С вот этой сумкой все. Переходим дальше. Дальше купила вот такую вот вазочку, вазочку, елочку. Купила две пачки. Вот так. Одна стоила 10 евро. Мы ее купили за 3 евро. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Соберу, чтобы вы видели, как выглядит. Смотрите, вот тут вот такой вот колпачок. Это как бы закрывается. Вот это вот ваза. У меня довольно-таки широкие руки, но они хорошо указаны в ковер, без проблем. А у кого руки поменьше, то вообще идеально. И она закрывается. Вот смотрите, вот такая вот прелесть. Тоже такой вот декор. Сюда можно и печенюшки складывать, и конфетки какие-то разноцветные, которые на Рождество, вот весь декабрь будут стоять. Вот в такой вот прелестной вазе. Открываешь, берешь, закрываешь. У тебя на стоя елочка. Или на кухне где-то. Очень прелестно. И да, одну нам, одну, наверное, на подарок. Потому что вот такие вот штучки я тоже уже приобретаю зараньше, чтобы у меня было, и чтобы у меня уже, например, были подарки на следующий год. Это что-то такое. Так. Замоталась. Купила. Такую вот красоту. Две пачки. Они стоили полторы евро, 75 центов. И прям красный насыщенный цвет. Давно такого насыщенного цвета не видела. И когда, например, я захочу делать елку красным, то вот этим мне обязательно понадобится. Так. Затем купила такую вот елку. Она, как зеленая уже, она только вот такая вот бортовая. Очень красивая. Мне она очень нравится. Но, наверное, это пойдет на подарок. Тоже 350. И к вот этой елке была вот такая лошадка. Посмотрите, какая сладкая лошадка. И вот это была последняя лошадка. У нее не было даже ничего тут. Ни какой-то хода, ни сколько она стоит. И вот они, наверное, минут 10 со мной ходили, искали, чтобы мне ее продать. А я такая настойчивая. Да, я хочу ее обязательно. Мне она нужна. Как вот композиция. Продайте мне ее. И они мне ее продали за 350. Вот такую вот лошадку. Смотрите, какая просто. Но я ее буду давить. Затем. А еще вообще хотелось еще рассказать, что у меня в магазине Сигмюллер есть карточка. И вот что там хорошо, что они каждый год, когда день рождения, присылают как бы 10 евро подарок. И вот даже вот эти вот подарочные деньги я тоже сюда использовала 10 евро. И да, очень классно. Затем купила вот такие вот сани. Посмотрите. На подарок тоже идеально. Если зеленый цвет не нравится, можно это перекрасить. Эти сани стоят 2 евро. И мы их купили по евро. Смотрите, какой замечательный подарок. Сюда можно попласть какие-то конфеты. И вот подарок готов. Можно дарить без проблем. Ну, от них я себе точно оставлю, так как они мне реально нравятся. Так. Идем дальше. Здесь тоже находится Дед Мороз, которого я вам уже показывала. Но здесь Дед Мороз немного другой. У него на спине рюкзак с елкой. В такой же цветовой гамме стоит тоже 20 евро. И мы покупали за 10 евро. Сейчас вам два покажу, чтобы вы видели, как это выглядит. Вот один такой и один такой. Один мы себе оставим, одного подарим. Так. Дальше. Я уже даже сама запула, что я покупала. Ну, я покупала тоже много каких-то игрушек. Вспомнила. Купила вот такой вот домик. Смотрите. Этот домик стоил 5 евро. Мы его купили за 2,50. Он блестит, но немного блестяшки осыпаются. Ну, на всех вот таких вот игрушках осыпаются блестяшки. Что тут классно? Здесь можно поставить свечу. А, нет, батарейку. И он будет светиться. Вот такой я люблю, который все светится. Замечательно выглядит. Купила я таких, кажется, два домика. Сейчас посмотрю. Наташа, да. Два домика покупала. Купила также для декора. Ну, покупала. Они были по акции за 2 евро. Так они стоят 3,50. Они были за 2 евро. И еще уценили на полцены за евро я купила. Вот такие вот как бы бусинки с этого хорошо мастерить. И какие-то банты. И украшать подачки. И подсолтехнице делать все, что хочет, и можно с ней сделать. По евро, почему нельзя. Затем купила вот такие вот подсвечницы. Если, например, захочу на следующий год мой венок делать с такими тонкими свечами, то вот это хорошо подойдет. Таких у меня еще нету. Мне бы тоже нужны были серебряные. Но серебряных там, к сожалению, не было. Поэтому взяла золотые. И стоили они 6 евро. Я купила за 2 евро 4 штучки. Также купила вот такие вот замечательные держатели для подсветок. 8 штук купила. И они стоили по 5 евро. За 2,50 я купила 4 штучки. Замечательная цена. Цвет немного такой вот сильно прям золотой. Ну, подойдут. Подойдут прям, чтобы все одним цветом было. Это нереально подобрать. Это немножечко отличается. Цвет, ну ничего. Я думаю, это не беда. Передвигаемся дальше. Там тоже реально много было всяких игрушек. Но, ну вот на елку игрушек. Но уже почти все было разобрано. И что я могла найти, то я купила. Купила вот такие вот 2 разных шишки. Это все из стекла. Я говорю, я люблю только стекло. Ну, у меня тоже много из кунштов. Ну, не из стекла. Но я пытаюсь сейчас эти игрушки все менять. И не из стекла лучше, конечно, игрушки вешать на улице. Я на улице тоже украшаю. Они туда идеально подходят. Посмотрите, какие шишки. Одна вот такая вот более прозрачная. Тут вот как бы со снегом. А эта вот такая вот непрозрачная. Но наверху тут много. Таких вот блестяшек. Две красивых. Я вот точно не знаю. Вот этих, кажется, всего было 4. А вот этих вот было 5. Одна игрушка стоит 3 евро. Мы их купили по 1,5 евро. Классные игрушки. Размер хороший. Немаленький, небольшой. И хорошо подъемка 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 подъемка. Любилась тоже в них. Но с ними надо осторожно. Они будут сильно, наверное, быстро ломаться. А вот здесь еще такая вот игрушка. Здесь тоже очень красивые дужки. Вот такие вот. Смотрите, белые и золотые. Вот так они выглядят. Тут больше структуры, тут меньше структур. Но это не беда. Тоже из стекла. И тоже их совсем было мало. Всего 6 штучек. И одна игрушка стоила 2 евро. И я их купила по евро. Где по евро купить вот такие вот стеклянные игрушки. Так. Ну да, здесь опять такие же игрушки, которые я вам показывала. Вот они будут повторяться. Ну, не наверное, а толщие. Сейчас покажу. Да, и остальные вот таких вот еще 3 штуки. Так. Затем купила на следующий год уже вот такие вот игрушки. Они мне тоже сильно понравились. Посмотрите, какие вот такие вот мягкие игрушки. Но они не мягкие. Но, к сожалению, тут 2 цвета. Один такой вот более нежно-розовый. Это немного темнее. Они из бархата сделаны. Реально мне понравились. Я бы их, наверное, больше купила. Так как вот это, наверное, будет световая гамма на следующий год. Ну, точно еще не знаю. Но, к сожалению, я всего нашла 4 вот таких вот шарика. Два посветлее и два потемнее. Вот видите, они просто отходят. Это нехорошо. И там в самом магазине я много игрушек видела таких. Наверное, игрушки 5-6. Но они были без вот этого колпачка. Да, опять шишки. И опять шишки. Опять еще две таких игрушки. И опять шишки. Все. Покупки закончились. Вот такие вот покупки я сделала. Но я в этот раз как бы хотела купить настоящие вот такие вот какие-то игрушки. Необычные. Не только шары. У меня в основном только шары. И вот иногда ты просто хочешь елку украсить шарами. А если вот ты каждый год только шарами-шарами украшаешь, то это тоже как-то уже надоедает. И ты хочешь как-то в твою коллекцию игрушек добавить какие-то другие игрушки. Какие-то шишки, может быть, какие-то домики, Дед Морозики, ангелочки. Вот такое вот что-то я буду искать. Может быть, в магазинах что-то подобное найду. Но если не в этом, ну не на следующий год, то буду каждый год присматривать и дополнять мою коллекцию. На сегодня у меня все. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо, что остались со мной до конца. Вам я желаю всего хорошего. И мы уже увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.